А в чём, по-вашему, сила голодовок, как акций протеста? Казалось бы, голодаешь, ну и голодай. Тебе же хуже. Это что, реально работает? Ну, в общем, да. А как же? Ты, наверное, не понимаешь. Цель голодовки – принять смерть от голода. В этом цель голодовки – умереть от голода, поскольку ты, наверное, не можешь повеситься, вскрыть себе вены, ещё чего-то там, смерть принять. И это поимеет огромный общественный резонанс. И таким образом ты добьёшься неких своих целей. В основном этим занимались в местах лишения свободы. Во всех странах это по-разному происходит. Ну, например, в США в местах лишения свободы заключённые в начале XX века резали себе ахиллесовые сухожилия. То есть, это вот где у тебя пятка в ноге, а здесь такое сухожилие – ахилл. На обеих ногах дружно сами себе перерезали, так сказать, пытаясь привлечь внимание властей к своему бедственному положению. У нас, например, у нас это делилось там, у нас это называется мастырка, когда ты там организму своему какой-то физиологический вред наносишь. А вот голодовка – это конкретное выдвижение неких требований. Когда ты чего-то хочешь и говоришь, что будешь этого хотеть до тех пор, пока тебе не дадут. Или ты уморешь. При советской власти с этим было несколько проще. Как только ты там доголодаешься до какого-то времени, придёт наряд дежурный, тебя схватят за бока, раскроют рот, запихают зонд. Неанальный желудочный зонд. То есть, такая резиновая фигня, а на конце такой овальная штучка такая с прорезями. Запихают в желудок, отмерив там по резинке, сколько у тебя там до желудка получится. Ну, оно небольшое. Процедура очень похожа на изнасилование по ощущениям данных персонажей. Сверху воронку и тебе туда бульон. Ну, естественно, могут кипятка налить, как это часто бывает, чтобы у тебя сгорела слизистая оболочка, ожог, чтобы желудок получил. Никакого счастья от этого не будет. Ну, ты их там раздражаешь со страшной силой своими дурацкими выходками. Если рот не открываешь, могут зубы выбить сбоку, спереди. Ну, чтобы зонд проходил. Потому, что если ты такой капризный, сейчас будет при отсутствии зубов проходить. Но, в основном, естественно, просто там заломали, запихали, накормили. Дальше голодовка не считается. Продолжать ее смысла нет. Ну, а в целом это такое мероприятие. То есть, пишешь бумагу. Я такой-то, такой-то отказываюсь принимать пищу, потому-то, потому-то. То есть, это такое официальное мероприятие. Бумагу. Отдаешь. Это все там регистрирует. Дальше за тобой наблюдение врача. Личному составу в этих местах лишения свободы не надо, чтобы ты умер. Никому это не надо. То есть, дальше начнется разбирательство. Почему голодал? Как? Как вы его довели? Почему не накормили? Ну, поэтому кормят. Вот. А бывает, что и на воле голодают. Ну, например, в Британии, помню, ирландцы голодали. А Маргарет Тэтчер ни на какие уступки не пошла. Ирландцы умерли. Ну, про демократии это вот так. Никто насильно не кормил. Хочешь сдохнуть? Сдохни на здоровье. Но, если приличные люди, то, да, работает. Ну, это, конечно, если не считать всяких там этих, как там, Надюшка эта, которая с Украины, Надя, Надя, как ее, Дементий, как ее, Надежда, Савченко. Да, Надежда Савченко села такая после голодовки вот с такой рожей. Со всем уважением к Надежде, конечно. Вот. Или там какой-то этот террорист Сенцов тоже там изголодался, вот с такой Харри вышел там, понимаешь, что это не голодовки, это обман. Рассказы там... Ого! Он объявил голодовку, а что у него Харя такая? Он перешел на детское питание. Так, блин, это голодовка или ты на детское питание перешел. Это все издевательство над здравым смыслом.